здорово бандиты с вами панда давайте после двух лекций быстренько отвечу на ваши вопросы постараюсь блицам отвечает да таким ну чтобы немножко это было порезче после вопросов очень много конечно как начать правильно монтировать и какой программой я не большой специалист по монтажу не делаю я супер крутых вещей у меня есть товарищи которые мультики делают который машине мы делают это отдельная работа про это можно очень долго говорить если вам очень интересно напишите в комментариях к этому ролику что нужен вам ролик по монтажу я коротко объясню если коротко ответить на твой вопрос да совсем совсем по минимуму то я снимаю программой bandicam ей можно захватывать как экран вот я сейчас есть не мою экран просто на ей можно захватывать например где разговор в skype снять да на нее можно можно какие-то вот все что угодно на экране плюс можно снимать конкретно какую-то игру или конкретно какое-то окно достаточно удобно у меня на лицензионное монтирую я с помощью sony vegas а не могу ничего хорошего сказать про эту программу ну в общем сейчас вроде фу тютьфу надо реально постучать потому что все время проблемы с этим vegas вроде более-менее нормально но не в восторге от нее так 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 вот мне 15 лет думаю снимать не снимать голос как будто мне 17 надо найти матику а как вы определяете голос по возрасту то есть мне вот папа по голосу сколько я вам скажу что выгляжу я допустим не на свои года я выгляжу сильно молодо а по поводу голоса не отвечу мне очень стариков ст тем легче стать самым популярным в этой тематике да безусловно чем меньше поисковых запросов тем меньше будет конкуренция, но чем меньше поисковых запросов, тем меньше будет трафика. То есть сделать ролик, где купить хомяка в Кирове, ты будешь первым по всем запросам, да, но тебя посмотрят два человека. А если ты, где купить хомяка сделаешь, или ролик про хомяков, тебя больше посмотрят. По запросам в World of Tanks, Dota, Minecraft стать популярным без черных методов почти нереально. Это полный бред. Полный бред. Можно белыми методами вывести видео или белыми методами можно выводить страницы сайта в топ. Можно сделать сайт или на каком-то лучше популярном сайте разместить, допустим, с запросом твой ролик и вывести его белыми методами, белым SEO в топ. В чем проблема? Никакой проблемы. Ты не понимаешь, о чем говоришь. У меня к тебе один вопрос. Сделать монтажики, например, по Dota 2, то какое лучше выбрать название? Например, черный-черный Blackhole. Смотри. Или монтаж на Dota 2. Смотри, нужно в названии постараться что-то зацепить. Зацепить какие-то запросы, зацепить какие-то слова. То есть, пример плохого названия. Мы с Пашей играем в Dota. Очень плохое название. Еще хуже название. Катосик с Пашей. Совсем ужасное. Пример хорошего названия. Энигма и инвокер нагибают в Dota 2. Потому что здесь вы цепляете слово Энигма. Оно будет так или иначе проскальзывать, да? Цепляете слово инвокер, цепляете слово Dota 2. Я думаю, что принцип, наверное, понятен. Панда, я тупой. Мои видео не наберут просмотров. У меня есть ли смысл спамить в комменты рекламу канала? Насколько это действует? Нет. Потому что, если ты спамишь в комменты рекламу канала, я просто тебя баню и все. Лучше купить нормальный пиар у какого-то адекватного блогера. Например, у меня. Парапарапам. Панда, мне 14 лет, но голос не песклявый. Я умею монтажировать. Отличное слово. В Sony Vegas у меня неплохой микрофон для записи звука. Единственное, что меня отдаляет от начала деятельности на YouTube, это мои сомнения по моей теме. Как ты думаешь, реально ли пробиться школьнику из зоотической тематикой? Да, реально. Так, хорошо. Опять этот чувак без черных способов пробиться. Почти нереально. Что ты несешь просто? Чувак, у меня есть куча примеров, что черные способы какие-то. А ты сам вообще сильно пробился? Черный способ. Серьезно? Вот это черные способы, вот это 4000 вот это напробивался, братан. Ну, это смешно. Черный способ. Нужно ли за каждое видео делать уникальное превью? Картинку? Мне кажется, да. Мне кажется, это интересно. Не то, чтобы... Допустим, вот такую панду мы использовали где-то там, ну, может быть, в картинках там 3-4. Но, тем не менее, это превью уникальное. Мы его сами рисовали. Лучше заказать PR сразу массово или периодично, не часто, но долго его... Короче, я понял. Массово или с периодами? Периодами лучше, можно проанализировать. Заказал у одного влогера, 5 дней посмотрел прирост. Самый большой прирост сразу. Первый день, второй день. Потом там откат, там докат, грубо говоря, да. И лучше брать по частям, чтобы потихонечку анализировать. Что кроме приролов или конкурсов нужно заказывать? Если честно, есть мнение. Я сниму отдельный ролик по пиару, расскажу подробно, что лучше всего работают прироллы и конкурсы. То есть, допустим, репосты ВКонтакте работают достаточно слабо. Лайки не работают вообще. Расскажу об этом подробнее чуть-чуть позже. Коротко ответил. Как лучше всего призывать к участию в жизни канала вне YouTube? Допустим, участие в Клозах. Люди очень любят интерактив. Если ты хоть немножко продвинулся, то... Кстати, был пацан, он у меня брал рекламу своего проекта. Очень много подписчиков от меня перешло. Знаете, что он сделал? Он сказал, ребята, мы, значит, с другом 2 на 2 на миде. Играем против вас с вашим другом 2 на 2 на миде. Если мы выигрываем, то... Ну, просто они выигрывают. А если они проигрывают, то они дают подписчик... Ну, тем, кто с ними играл, подписчикам, да, там, по несколько рарок. По 2 там рарки или по 4. Неважно. Классный интерактив. Классная идея роликов, да. Можно какие-то интересные катусики партии снимать, да. И в то же время подписчики, если они выиграли, получают какую-то... Какую-то плюшку. Это тоже очень круто. Нужно ли разыгрывать среди подписчиков что-то не особо дорогое? Часто или лучше что-то дорогое, но редко. С розыгрышами есть отдельная фишка. Я про нее тоже... Ну, я расскажу подробнее про розыгрыши. Но если коротко, то важна актуальность. То есть, если ты разыгрываешь, допустим, ДК-Хук и Компедиум, я даже... Ну, мне сейчас лень искать. Обязательно потом покажу эти примеры. У меня Компедиум, например, набирал больше репостов, чем ДК-Хук. Потому что Компедиум только-только вышел в первый день выхода. Соответственно, он был очень актуален. Всегда новые вещи, новые сундуки, новые Компедиумы, новые игры. Они сильнее залетают, чем даже более дорогие старые. Ну, вот ДК-Хук и Компедиум. Пример я найду потом. Просто на паблики лезть. Так. Это я сказал. Какие программы для записи видео я сказал? Да, это Bandicam, редактирование Sony Vegas, для создания картинок для видео. У меня картинки для видео делает отдельный человек. Для этих тоже. Он их делает в Photoshop, но он рисовать умеет сам. Так-так-так-так-так-так-так-так-так. Через Google гораздо больше запросов. Я сам не пользуюсь Яндексом для поиска. Думаю, там в 3, может и в 4 раза больше запросов будет. Нет, в России самое большое количество запросов в поисковике это Яндекс. Привет, панды! Я занимаюсь видео нарезкой музыкальной тематики аниме. Вот уже как больше полгода выкладываю и думаю, заказать скоро пиар. Стоит ли мне это делать? Возможно. Возможно. Нужно смотреть канал. Так, тут какая-то болтовня опять. Панда, привет! Несколько лет назад зацелал канал. Было 15 подписчиков. Там было 15-20 просмотров, но потом доело и бросил. Как думаешь, что я или продолжать снимать? Понятия не имею. Нет, забей, сиди дома, ничего не делай. Так. Так-так-так. Я зашел на Твич и увидел стримера по Доте. Его смотрело где-то 5000 человек. Я тоже решил посмотреть. Я очень удивился. Он был скучный. Постоянно что-то говорил, но половины слов я не мог разобрать. По-моему, он больше себе это говорил, чем зрителям. Играл, на мой взгляд, не так уж круто. На фоне была какая-то грустноватая мелодия, которая из Дот не сочеталась. Но откуда столько зрителей? Очень многие зрители по Доте набраны стримерами, аудитория. За счет того, что они поучаствовали, допустим, в интернешнл или засутились в какой-то команде. То есть, так или иначе, у них какие-то там друзья, знакомые. Ну, один известный стример по Доте рассказывал, что просто он попал в обойму к товарищу. Товарищ его к этому делу пристрастил. Он, собственно, не будет говорить имя этого человека. Нормальный парень, но стримить абсолютно не умеет, как ведущий, на мой взгляд, достаточно слабый. Но, тем не менее, вовремя попасть, то есть, ну, как бы пропиарить друга туда-сюда. То есть, многие, те, кто пробился на стримах, Доты именно, есть такая фишка, что просто там хорошие игроки или еще что-то, а как ведущие они никто. Ну, тем не менее, смотрят, смотрят. И бывает так, что, допустим, стример слабый, а комьюнити у него мощная. Про комьюнити тоже можно поговорить. Когда-нибудь мы этим займемся. Вот это хороший пост, мне понравился. Давайте его зачитаю. Хочу поделиться своей историей. Я, конечно, не мощный ютубер, но немного популярности добился. Начнем с того, что я заливал свои первые записи с 2014 года. На каждом ролике было по 20-30к просмотров, когда я через год посмотрел на канал, после того, как его забросил. Ну, забросил, да. Я понял, что нужно время и деньги, чтобы что-то добиться. Решил снова создать канал, но забросать не стал. Я понимаю, что меня вообще никто не заметил. Я искал решение и нашел его сам. Я вложил примерно тысяч пять в канал, купил приролу каналов по доймской тематике, вкладывал я небольшим скачком постепенно, примерно по приролу в месяц. Ну, как я и сказал, правильная тема. Ну, и канал Панты не обошел стороной. Кстати, с него был самый большой прирост. Я знал, что если видео не будет интересно людям, то... Боже, ужасно написано предложение. Ну, короче, он решил, что нужно снимать интересный контент. Спустя полгода имел аудиторию под 7к подписчиков. 20-30 приходило в день. Перестал покупать пиар. Ввел пару новых рубрик. Стал проводить конкурс. Играл с подписчиками. Люди даже стали писать не увлечу. Мне нравятся мои ролики. Это очень приятно читать. Очень правильное решение. Не вложившись в пиар нифига будет сложно. То есть, конечно, взаимопиар, коллаборация каналов какая-то. Все это возможно. Все это интересно. Но поначалу нужно вложить какую-то денежку. Я тоже так считаю. То есть, можно бесплатно, но я считаю, это пагубный путь. Это я говорил, такой тупой пример. Если посадить помидоры и их не поливать, то есть вероятность, что они не вырастут. То есть, пиар это как полить. Поначалу полить точно стоит. То есть, как закопать в нормальную землю точно стоит. Так. Какую надо партнерку оформлять или YouTube сам платит? Ты заключаешь партнерское соглашение или с YouTube, или с медиасетью. Расскажу об этом чуть позже подробнее. Откуда YouTube берет деньги? В начале ролика... Давай зайдем, чтобы тебе было понятно. У меня здесь нет партнерки, кстати. Так что тебе ничего не будет понятно. Бывает, что вот здесь размещается баннер. Вот где я сейчас мышкой кручу. Бывает, в начале ролика размещается прерол. И он рекламный. А YouTube это очень большая рекламная площадка, потому что он подключен к Google AdWords. Google AdWords... AdSense. Боже, AdWords это когда ты покупаешь рекламу, а AdSense это когда продается реклама. Путаю все время. И короче, у Google реклама море. В Google же тоже полно рекламы в поиске. И вот YouTube это часть этой всей каши. Рекламодатели море. Поэтому для меня это очевидно, откуда там деньги. На кей кошельки в основном донатят люди. Киви вебмане. Киви вебмане. Расскажи, что такое партнерка. Расскажу чуть позже. Будет отдельное видео на эту тему. Сколько времени берет создание и продвижение канала? В зависимости от цели, от количества видео. Что делать? Будет ли канал мешать учебе? Слушай, ну, многие ребята приходят с учебы и играют в Counter-Strike 8 часов. Да, например. То есть они вот поучатся, там 6 часов. Придут, пожрут и играют в Counter-Strike 8 часов. Мешает ли Counter-Strike учебе? Не знаю. Будет ли канал мешать учебе? Не знаю. Какой оптимальный возраст для начала карьеры ютубера? Очень сложно сказать, зависит от человека. Есть в 40 лет дебилы полные. Есть в 13 лет адекватные ребята, которые... Ну, конечно, опыта жизненного в 13 лет, ребят, не хватает вообще. Вообще. То есть я вот понимаю, что Матвей сейчас, 24 года у меня, да? И Матвей 7 лет назад, там... Ну, это очень разные Матвеи. То есть есть какие-то общие положения, но в целом, конечно, по поводу... Опыт, он сын ошибок, конечно, трудных, безусловно. Как привлечь аудиторию? Ну, об этом мы, собственно, еще поговорим и говорили. Это слишком общий вопрос. Что нужно уметь делать для создания качественных роликов? Я имею в виду редактировать видео в фотошопе и так далее. Ну, редактировать видео, если ты умеешь хорошо делать интересные монтажи, это клево. Если ты умеешь фотошопить... То есть, в принципе, ну, как в жизни, да? Чем больше ты умеешь, чем больше ты можешь сделать сам, чем больше ты можешь попробовать сделать сам, тем лучше. Много чего нужно делать. Так, 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 так. Какое выбрать направление незаезженное? Будет ли возможен к прослушиванию ущербный голос ребенка? На самом деле, ребят, голос это очень важно. Есть большая разница в голосе, который с фоном, с какими-то щелчками, с мамкой на заднем плане. У нас была история, у нас... Мы сидели с корешем, что-то играли в доту, и мне оплатили совместный ролик. И мы с ребятами сняли 2 на 2, сыграли с ними в доту. И у них там на заднем плане мама орала, там, в этом... То есть, мы прям снимаем, да, у них там мама орет, они играть в доту вообще не умеют. У них там какие-то 13-е уровни дают еще какое-то. Мы их там раскатали просто за 10 минут. Ну, как совместный ролик, бабки заплачены. Я говорю, так, может, пересниму? Они, не, не, все нормально, и это выложили. Ну, естественно, они там, их засрали очень сильно. Банда молодец, а выйти по раке. Вот поэтому, конечно, голос и фон, и все это... Ну, все это имеет значение. Звук, качество, все имеет значение, по большому счету. Направление незадерженное, не знаю, у меня идей очень много, но как-то... Супер-классных у меня в голове как-то нет. Видите, я даже на этой фразе расстроился и зазевал. Вот у меня есть некоторые видосики на компе, в YouTube не загружал. Ну, отформатировать нужно, и мне нужно узнать, чем лучше всего пользоваться для форматирования. Я не форматирую ролики никогда. Ну, то есть я в Sony Vegas перекидываю там все. То есть я... Какой-то супер софт для форматирования я не знаю. Ну, я не знаю. Расскажи о сайтах заработка и с примерами. Это будет, но... Я бы не сказал, что... То есть я не буду вам рассказывать, как втирать какую-то дичь, вот как некоторые делают, чтобы бабок заработать на рефералах. Типа там, вот купи яички, купи курочка. Такой бред. Это просто отсутствие у людей финансовой грамотности элементарной. Какие хорошие программы для себя? Это все, это можно, да, вот тебе написали ответы. Откуда брать идеи для видео? Из воздуха. Ну, посмотри, что люди снимают. Боже мой, ты хочешь сказать, я снимаю что-то супер-мега... Да брось. Вот сегодня я пришел, да? Блин, думаю, надо два ролика сегодня снять. Ну, как бы цель была два ролика, да? Вышел новый сундук, открыл три сундука, потратил 300 рублей, на рекламе заработал намного больше, чем 300 рублей. Потом историю раз, запилили, написали, сделали оформление. Ну, не знаю. Я уже просто... Ребята, я уже просто как, понимаешь, это как бежать. Ну, все бегали из нас, да? Там 10 километров, допустим. Ну, какую-то большую дистанцию, да? Сначала тебе нормально, ты такой веселый, бодрый бежишь, да? Потом тебе как бы становится так вот. И вот в беге главное что? Главное подстроиться и в каком-то одном темпе, оптимальном для тебя, побежишь сильно быстро, устанешь, далеко не убежишь, да? Побежишь сильно медленно, не успеешь там ко времени или просто тоже как бы, ну, тупо-тупо надоест бежать, еще что-то может быть. Нужно выстроить для себя оптимальный темп, в котором вы можете бежать. Вот у меня сейчас на Ютьюбе, слава богу, в моем личном графике, да, выстроен такой темп, что я могу делать 2 ролика в день, еще у меня хватает времени на какой-то бонусный ролик, например, вот на этот канал для меня, конечно, это не этот канал без партнерки даже, это для меня бонусный такой ролик. То есть я подстроился, у меня есть идеи, я их генерирую каждый день. Ну, так уж получилось. Какой микро ты используешь? Если интересно вам, напишите в комментариях, пожалуйста, какой-нибудь, напишите комментарий, типа, вот интересно про микрофон, и прям залайкайте его, ладно? Вот эти пальчики вверх поставьте. Если интересно, я съезжу к товарищу, сниму его микрофон, у него АКГш какая-то, очень неплохая. Сниму свой блюети, сделаю видео со всем этим, и расскажу про них. Ну, неплохие микрофоны. Если интересно, то отдельно сделаем. Как ты придумываешь темы для роликов? Я, в принципе, сказал, как бы, можно ли считать, вот это вот, да, хорошее, может, ты считаешь, что все новое, это хорошо забытое старое, отчасти, отчасти, или сделанное со своими приправами. Да, да, отчасти это так. То есть все новое, это хорошо забытое старое, частично можно использовать эту тематику. Есть тематика, понимаешь, есть тематика, которая никогда не умрет, которая всегда будет интересна и популярна. Например, там, как я служил в армии. Боже мой, любой видеоблогер, который служил, который косил, который там еще что-то, почти, ну, то есть 90% людей, у них какие-то есть истории армейские, интересные, особенно, конечно, кто служил. Про это всегда можно снять видос. Там, как я сдавал ЕГЭ. То есть вот, ну, если видеоблог, да, там, как я познакомился с девушкой, да. То есть вот это всегда вот есть. В жизни всегда есть такие истории. Если по какой-то игре, да, как научиться играть в эту игру, всегда есть вопрос, да. Всегда есть какие-то обновления в этой игре, которые можно снять. То есть всегда есть какая-то движуха. Если вы снимаете обзоры автомобилей, вы всегда можете снимать новые модели или какие-то обновления. Всегда. То есть жизнь не стоит на месте. То есть если вы совсем выберете какую-то конченую тематику. Ну, совсем уже, знаете, такую... Какую-то дикую, я не знаю, что даже такое. Мне кажется, везде есть какие-то обновы. Везде можно придумать, что снимать. Другой вопрос в количестве, да? Например, количество роликов, которые можно снять по доте, но оно несоизмеримо выше, чем количество роликов, которые можно снять по какой-то малопопулярной игре. Обычно так. Да, летсплея по доте очень много. И шанс, что именно твоё видео найдут равен 1,5%. Не нужно снимать летсплея. Есть мнение, что летсплея не очень. вот как сделать канал сплеях ибо тема очень заезженная и очень большая конкуренция в основном такие ролики ничего не набирают знаешь почему смотри мне недавно купил рекламу парень ну спонсорство том не очень дешево и снимает прохождение в чем минус прохождение вот смотри я допустим снял ролик ну про fallout да возьмем сейчас fallout актуально будет новый fallout новый будет очень актуально снимать кстати 4 как достать снайперскую винтовку узнать там вот есть эта фишка что от мегатонны там под камнем это пасхалка она интересна ее можно кинуть другу ее можно загуглить то есть можно какой-то запрос подогнать это классный ролик его можно запустить в какой-то паблик бесплатно на какой-то сайт бесплатно кинуть этот ролик ребят вот снайпер как достать да а если вы сняли прохождение там первая часть fallout а вторая третья даже у популярных блогеров если вы замечали вторая третья часть уже меньше набирают то есть всегда интерес первое и может быть там последний то есть вот так вот потому что это проходные ролики их нельзя где-то пропиарить никто не будет смотреть прохождение с третьего куска если вы думаете что кто-то зайдет и будет смотреть все ваши 15 или прохождение вы заблуждаетесь можете посмотреть как у молодых блогеров на прохождениях то есть есть те кто сейчас снимает прохождение но по моему они уже очень сильно упали очень мало вот из тех кого я как бы но знаю да нас слышно так куплинов куплинов play не знаю правильно там произносит свою фамилию но действительно парень на прохождение что-то 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 имеет остальные я смотрю очень как-то слабо многие кстати стать старички до которые снимали прям прохождение и летсплей сериями они сейчас как вы видите немножко небо даже сказал сильно упали эта тематика очень 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 плохая идея снимать прохождение да это казалось бы просто но не знаю я снимал летсплей например и у меня много они не набирали я я не стал снигодил в летсплей канал но были моменты но это все хрень лучше снимать тогда геймплей какой-то игровой да и какую-то тему обсуждать это тоже заезжено это лучше то есть вы допустим снимаете там варкрафт и обсуждать там но опять же да да как телки эти как познакомиться с девушкой вот так 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 снимаю полтора года еле 33000 спиаром но тут уже смотреть канал но может быть действительно какие-то проблемы там за звуком еще чем-то мне надо на данный момент я не буду анализировать начинающие каналы хотя может быть какая-то это да тата 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 все хорошо хорошо нормально нормально ответил ну коротко да какие-то моменты естественно мы еще разберем спасибо за ваши вопросы будут ответы еще так что можете смело вопросы задавать в том числе и к этому видео дальше будет чуть интереснее ну и те Те, кто спрашивает, будет ли про другой заработать, не только на ютубе, на твиче, будет, но когда я соберусь с мыслями, чтобы конкретно что-то рассказать, без вот этого говна абсолютно кидального. Но работать придется, вот так вот, носу ковырять нет. Это только в мышеловке бесплатный сыр, ребят.